Все, что мы производим, это всего лишь какой-то эффект. Мы делаем бесконечное количество правок. Строить работу таким образом, чтобы у нас была все-таки мотивация с сердцем. Мы стараемся быть и руками, и головой. Классный офис, у нас есть там какие-то плюшки, они вообще ни о чем. Здесь на твое место готовы прибежать 20 продакшенов сразу же. Расскажи про свой продукт, продукт студии, что вы делаете, чем занимаетесь? Мы занимаемся видеопроизводством, видеопроизводством с графикой. Мы делаем акцент на производстве корпоративных видеороликов. Это наша ниша, скажем так, было долгое время. Наверное, на протяжении 4-5 лет условно. Но сейчас мы немножечко меняем свое направление и уже двигаемся в сторону рекламы. Мы производим видео с графикой. Это что значит? Это такой ответ мой для клиентов, для обычных людей. То есть когда разговариваешь с людьми вообще вне контекста. Потому что обычно люди нас просят сделать классно, вы делаете видосики, классно сделайте. Вот у нас там надо будет снять нашего директора, как он идет, а потом надо это все смонтировать. И чтобы вот получилась такая, не знаю, поздравляшка или еще какая-нибудь штука. Мы вообще этим не занимаемся. То есть мы не занимаемся таким, мягко говоря, простым видео. То есть нам такого неинтересно. То есть нам интересны видеоролики, где есть какой-то... Для нас будет внутренний какой-то вызов, что нужно сделать какие-то, какой-то сложный продукт и какая-то сложная графика будет наложена. Потому что мы больше студия пост-продакшена. А с точки зрения съемок мы сотрудничаем с нашими партнерами. То есть у нас там есть партнерство. Мы снимаем с ребятами. Но все равно начинаете с самого начала производства. Да, конечно. Или к вам обращаются за подрядом уже для чисто пост-продакшена? Есть и так, и так. Второй вариант, и он меньше. Чаще мы берем полностью работу под ключ. То есть получается задача от клиента. Мы полностью ведем пре-продакшен, делаем подготовку, придумываем идею, концепцию, утверждаем стилистику, утверждаем ход какой-то. После этого выбираем, с кем мы это будем снимать, снимаем, потом пост-продакшен. В общем, под ключ. Берем полностью под ключ. Это чаще всего. Но в последнее время мы начали сотрудничать с рекламными агентствами, с креативными агентствами. Когда мы порой получаем какой-то уже продуктовый брифт, когда он уже готов, когда частично уже придумано, и они выбирают подрядчика. И мы здесь можем являться уже просто руками. Но мы стараемся быть и руками, и головой. То есть мы можем и так, и так сказать. С какого момента в идеале начинается работа? Когда клиент обращается, говорит, нужен ролик, но не понимаем, что вначале. Тебе такие интересные? У тебя в вопросе тоже есть интересная такая фраза. Что нужен ролик, но не знаем, что. Мы стараемся работать с клиентами, которые понимают, что им нужно. Не с точки зрения видеоролика, а с точки зрения эффекта. Потому что если говорить о видеороликах, то мы в целом как бы производим, все, что мы производим, это всего лишь какой-то эффект от просмотра. То есть он получил, не знаю, эффект масштабности его предприятия, например. Или эффект какого-нибудь там вовлечения. Или увидел стратегию, понял, в какую сторону будет двигаться компания. Это всего лишь. Поэтому наша задача понять, что хочет клиент. Если клиент вообще не знает, для чего нужен видеоролик, тогда мы стараемся либо мягко съехать с этого, либо попытаться вытянуть его вопросами какими-то наводящими, что все-таки, чего он все-таки хочет. Круто, когда у клиента есть вообще референсы, референсы это вообще класс, когда клиент говорит, мы хотим такое-такое, либо вот такое-такое. По поводу тех задач, которые вы обычно не делаете, если клиент звонит, говорит нам нужно какую-то несложную задачу, ты просто говоришь, что вы это не занимаетесь, до свидания там, либо... Да, у нас есть уже такой съезд, уже заготовленный съезд для всех таких проектов, когда задача прям реально не нашего уровня, скажем так, мы так их называем. Мы просто говорим то, что мы просто будем неэффективными в этих задачах. Почему? Потому что... И мы пытаемся объяснить. То есть у нас есть рейт-карта, у нас есть специалисты высокооплачиваемые. То есть да, мы можем... Да, этот специалист может сделать там, не знаю, условно какой-нибудь там титр или плашку, но он потратит столько же времени, сколько и средний специалист сделает такую же титр и плашку. И, соответственно, наша там операторская студия стоит смена столько, сколько, не знаю, берут там фрилансеры. Условно, короче, мы можем это сделать, но у нас это будет просто дороже. То есть потому что мы просто потратим время, а мы обсчитываем с клиентом только время. У нас, я не знаю, многие продакшены сейчас работают по системе рейт-карт, мы не исключение, у нас есть рейт-карта. Расскажи, что это такое. Рейт-карта это когда я даю клиенту, условно, сотрудников в аренду время. Я продаю время сотрудников, то есть сколько они времени потратят на производство видеоролика. То есть, например, если моушн-дизайнер, вот, например, там с 2D-уклоном потратит на это 5 рабочих дней, то есть это будет одна рабочая неделя, то я продаю 40 часов. 40 часов, если это один моушн-дизайнер. Либо там 80 часов, если два моушн-дизайнера. Просто продаю часы их занятости, потому что это все завязано на экономику, я им плачу зарплату таким же образом, то есть, грубо говоря, чтобы высчитать вот эту стоимость часа, мы все это раскладываем от экономики. Поэтому вообще в целом многие рекламные агентства таким образом работают. Именно сколько времени наши сотрудники потратят на ваш проект. Ну, а как правильно оценить задачу? Это уже просто из опыта складывается. То есть мы понимаем, что все задачи в целом их можно плюс-минус, сейчас одинаковых задач вообще не бывает, но плюс-минус все задачи можно как-то подвинуть. Это вот ближе к вот этому ролику, это ближе к вот такому проекту, это к такому. Таких категорий может быть очень много, но самое главное, что в целом мы можем приблизительно оценить. То есть мы обычно как? Мы высчитываем какую-то предварительную стоимость, и после этого мы как бы замораживаемся, мы говорим, что вот мы закладываем на ваш проект 80 часов. И мы эти 80 часов используем, но даже если мы в какой-то момент потратили 95 часов на проект или 102, мы не будем говорить, что у нас тут допкост, давайте доплатите нам еще 22 часа. А если наоборот? И наоборот то же самое, это значит мы молодцы. Мы молодцы, мы сделали быстрее, мы рассчитывали таким образом, клиент это утвердил в целом. Но как правило наоборот бывает очень редко. Наоборот бывает, если сработало там, не знаю, если мы, если опять-таки мы молодцы, если мы придумали какой-то классный концепт, который делается и быстро, и, ну, то есть он делается технологично, и при этом смотрится визуально круто, например, то тогда здесь мы молодцы. То есть то, что мы придумали такой ход, что вот мы сделаем таким образом. Получается, команда, у них фиксированная ставка, правильно понимаю, по зарплате? Ну, не совсем. То есть у нас есть окладная часть и динамическая часть. То есть она все равно присутствует. Просто мы в какой-то момент поняли, что, грубо говоря, динамическая часть, она в течение года, она примерно одна и та же. Ну, то есть в этот месяц она больше, в этот месяц она меньше, но усредненно она, например, вот такая-то сумма. И мы просто решили таким образом, потому что проекты, раньше у нас было много небольших проектов, мы в целом за месяц закрывали. То есть мы начали делать проекты, в этот же месяц его закрыли, там рассчитались условно по бонусам. То есть есть окладная часть, она там больше, и есть такая-то динамическая часть. Но потом мы поняли, что в целом динамичную часть, ее можно разделить на количество месяцев в год и платить условно фиксированную стоимость, но при этом это все равно есть окладная динамичная история. Но эта система, она опасна только в том случае, если у сотрудников есть проблемы с мотивацией. Ну вот смотри, я вот к этому вопросу как раз это спросил. Для того, чтобы сотрудника мотивировать, ну специалиста там по моушн графике, ведь можно очень разными способами выполнить задачу, и студия должна показывать хорошие результаты контента. Как ты мотивируешь или как ты видишь, как мотивирован должен быть? Вообще про это есть очень много книг, про это очень много конференций сейчас проходит по поводу мотивации. И вообще все об этом знают, вернее многие об этом знают, что существует три вида мотивации вообще личности. Неважно, мы говорим о моушн графике, или в столярном деле непринципиально. Есть три вида мотивации. Первая мотивация – это мотивация желудком, когда тебе надо просто накормить себя. То есть ты работаешь, тебе не важно, что ты делаешь, но тебе самое главное, чтобы ты получил деньги, и ты накормил себя, и там, не знаю, купил себе какие-то вещи первой необходимости, накормил себя, заплатил за аренду квартиры, там, не знаю, заплатил за кредит машины, условно. Это первый уровень мотивации. Второй уровень мотивации – это мотивация головой. Это когда ты уже хочешь не просто накормить, но ты хочешь еще головой, хочешь как бы развиваться. Ты еще думаешь о том, что ты, да, себя накормишь, да, это уже не первичные твои истории. да ты себя как-то там например арендуешь квартиру но при этом тебе важно еще развитие то есть ты понимаешь на будущее ты уже думаешь просто что вот этот проект меня прокачает в этой сфере но есть самое главное самая крутая 3 мотивация мотивация сердцем когда грубо говоря у тебя уже история с желудком история с головой она тебя уже меньше волнует то есть ты так и так знаю что ты себя накормишь ты так знаешь что ты разовьешься но тебе самое главное ты просто хочешь тебе просто самому хочется ты даже задерживаешься на работе потому что ты просто вовлечен проект это самая крутая мотивация так вот мы пытаемся чтобы в нашей компании я не могу за всех отвечать но я мы пытаемся строить работу таким образом чтобы у нас было все-таки мотивация сердцем то есть как это добивается то есть об этом надо спрашивать конечно не меня моих коллег кто кто на что мотивирован но в целом мы пытаемся их окружить в такой среде комфорта вот у нас вот такой классный офис у нас есть там какие-то плюшки вот такая-то нормальная зарплата чтобы они вообще ни о чем не думали есть какие-то бонусы мочи лояльны с точки зрения выплат там окладов этих авансов отпусков то есть стараемся чтобы все истории что есть в жизни в общем все было комфортно чтобы не думали то чтобы голова болела только про работу чтобы все остальное было вообще не важно чтобы они знали что компания их настолько прикрывает вот под двумя крыльями настолько они как бы комфортно здесь себя чувствует вот тогда они могут творить потому что им дается свобода они могут что-то попросить да конечно вот в это да конечно и плюс это связано еще с оборудованием если тебе удобно работать там на такой мышки то мы купим мышку специально для тебя такие наушники там амбушюры тебе нужны вот такие такие значит я купил наушники тебе нужен такой планшет на тебе возьмем такой планшет важно чтобы все чувствовались и максимально комфортно чтобы не было компромиссов чтобы не было ощущение что да чтобы не было возможности для оправдания знаешь чтобы ты работал чтобы у тебя голова болела только про то условно болела только про то как ты сделаешь проект чтобы ты думал каким образом творчески выполнить задачу вот смотри представим два человека условном один человек машин дизайнер допустим варианты работать на фрилансе и вот в команде продакшена ну вот как у вас как ты сравнишь какие плюсы и минусы когда когда он хочет например определиться да я думаю что это этапное развитие то есть я не вижу себе не есть знакомые которые всю жизнь работают на фрилансе но это их выбор жизненный то есть жизненная позиция но я себе представляю что фриланс это история которая как бы происходит в самом начале пути в любом случае то есть ты с этого начинаешь то есть ты когда начинаешь познавать моушен дизайн ты смотришь какие-то видео уроки в сети ты ходишь на какие-то конференции ты что-то пытаешься сделать кому-то что-то сделать за друзьям за бесплатно обычно все это делается через друзья о слушай ты там делаешь это анимируем логотип о сделай нам ролик там для компании по-быстрому мы там те заплатим 5000 рублей потом это 10 тысяч рублей а потом забиваешь что ты можешь обеспечить себя свою семью и начинаешь этим заниматься но если ты там перерастаешь какой-то определенный уровень то ты наверное все-таки хочешь больше стабильности потому что фриланс такая очень нестабильная история с точки зрения то есть не фриланс тоже можно по-разному настроить я в общей массе говорю то есть я не касаюсь каких-то исключений у меня есть знакомые которые всю жизнь работают на фрилансе зарабатывают огромное количество денег но у них там все очень грамотно выстроены и они супер профессионала своего дела тут важно наверное разделять не только на то что ты работаешь на фрилансе ли ты работаешь студии а насколько ты профессионал своего дела то есть ты можешь в студии не особо развиваться то есть это все зависит от тебя то есть ты можешь просто отбывать номер скажем так а можешь на фрилансе быть настолько крутым что будешь еще востребовании чем например ты бы находился в студии потому что все знают что ты например вот очень круто прокачан вот в этом не знаю какой-то узкой стилистики все будет обращаться к тебе поэтому и что люди получают когда они работают в студии они получают во первых здесь происходит процесс взаимного совместного производства то есть самое главное что рождается какой-то креатив внутри студии когда люди начинают общаться в одном проекте друг с другом то есть у нас очень мало проектов которые делают один человек то есть нет такого что вот нам пришел проект на грим 5 давай ты вот тут профессионал делай один о чем не там делать ну ты сам знаешь что ты делаешь ты профессионал ты делал нет это не очень правильно то есть мы стараемся все равно проект разбить на этапы то есть у нас грубо говоря каждый специалист у нас пути я приверженец такого здорового универсализма то есть когда у нас каждый человек может выполнить много разных задач на тем не менее у нас есть определенной специализации то есть есть дизайнер который там хорошо сделает там дизайн но не оживит его есть мошен дизайнер который хорошо живет вот только такое а есть мошен дизайнер который живет вот вот такое например тут 2d тут 3d и просто и на стыке получается лучше если каждый возьмет свою сильную сторону и сделает качественный проект поэтому плюс в офисе в том что ты можешь вместе с коллегами обсудив сделать продукт лучше чем да ты это сделал один потому что как правило рядом тебя окружают люди которые лучше тебя в каких-то других сферах про штат про команду как а как она распределена в каком количестве структура можно сказать вкратце да и вкратце могу сказать нас небольшая команда условно сможешь конечно с 15 человек структурно соответственно все очень просто у нас есть там руководитель это я есть не управляющий партнер у меня есть финансовый партнер у нас есть арт-директор а дальше все носили там мошен дизайнеры дизайнер монтажер менеджер ну то есть все все довольно стандартная история только единственным и выбрали себе путь что мы не будем раздувать штат скажем так средними специалистами на рынке мы будем брать у нас будет небольшой штат но мы будем брать только крутых спецов чтобы эти спецы были лучше в своем деле к нам часто раз в месяц наверное или пару раз в месяц ко мне к директору прилетают запросы на почту что вот хотим у вас постараться постараться возьмите нас вот мы к сожалению вообще пока что этим не занимаемся у нас нет времени обучать у нас нет времени начать как бы это жестко не звучало но я думаю что через какое-то в какое-то время мы мы поймем что мы хотим хотим уже делиться знаниями но пока мы в таких реалиях живем что нам нужно все время делать крутые проекты и нет возможности обучать какой бы ты советовал например специалисту которого среднего уровня которая еще не готов прийти к тебе куда ему надо пойти чтобы нужно стать супер профиком в каком-то определенной сфере в определенном жанре и например не знаю к это будет классическая покадровая анимация например и там надо прокачаться настолько чтобы ты уже чувствовал что ты уже видишь потолок скажем так ну то есть ты уже должен знать все нюансы не нужно пытаться на фрилансе это сделать это можно и филансе вообще можно делать хоть на фрилансе это можете можно заниматься даже даже не работает и себе можно заниматься там параллельно с учебой например если этот человек просто учится например на программиста что ему очень поможет например в моушн-дизайне потому что он сможет сам скрипты писать он будет сам понимать всю эту механику но при этом он может сам изучать какую-то какую-то определенный стиль графики он может его прокачивать именно один стиль графики почему потому что вот эта вся универсальная история она хороша когда ты управляешь компанией или когда ты там например арт-директор когда ты понимаешь разные стилистики ты можешь где-то подсказать и ты в целом ориентируешься как это все совместить но когда ты хочешь быть крутым motion дизайнером и делать и хочешь прийти в в крутую команду то чтобы тебя тебя взяли нужно быть прям лучше в чем-то чем остальные у нас команде ну то есть нужно быть прям крутым спец то есть вот у нас сейчас я почему сказал про motion дизайнера с по кадровой анимации у нас нет такого супер специалиста который бы сделал например очень крутую по кадровой анимации но мы на этом не не акцентируйтесь у нас нет таких задач пока то есть мы фире их не берем у нас есть такие задачи нам их просто прилетает но мы их не берем но в целом но есть много жанров которых можно развиваться в общем один жанр вместо универсализм я бы такой совет но это мой вариант для промежуточного опыта можно поработать проекты прислать на видео хайф тоже да конечно видео хайф вообще это это не только промежуточный опыт это это вообще хороший опыт чем мне нравится видео хайф тем что он тебя дисциплинирует во первых ты учишься грамотно оформлять проекты это тоже очень важно потому что когда ты работаешь в команде у нас например там есть на стене целый огромный огромный по плакат который показывает каким образом в папках все должно храниться каким образом должны называться файл потому что когда с проектом работать не один человек а двое трое или больше нужно чтобы все было в доступе прям очень быстро ты должен все понимать как внутри проекта находится внутри проекта не только там с точки зрения структуры папок но и внутри самого проекта то есть например в after effects должно быть все там с цветами раскрашена там по папочкам расположен то есть это не должно быть мусора каши как ты начали это делать что изначале все с этого начинают и я с этого тоже начинал и когда изучал мошен дизайн по всем этим видео роликам у меня тоже все было везде каш но у меня это типичные все эти истории но все это все через это проходит из соответственно видео хайф он дает очень хорошую это это очень хорошая школа то есть во первых у меня есть много ребят которые когда-то что делали для видео хайфа и они до сих пор там не знаю меряются условно там они уже там не знаю года четыре или пять лет ничего туда не обновляли а до сих пор им там 100 баксов 200 баксов в месяц приходит с этого со старых проектов которые они открывают им за них грубо говоря стыдно потому что они ну они вообще ни о чем они говорят кто их покупает дошла да там какие-то плашки это облака ну кто-то их покупает в общем поэтому это хорошая история для начала это может быть это вообще может быть отдельная работа если ты правильно выстроишь если ты будешь относиться к этому как проектом это может быть очень хороший заработок что я знаю много людей кто прям прокачался в определенной стилистике и пошел видео хайф и очень хорошо зарабатывает давай сейчас вот например типичный проект про прогоним по производству как вот от звонка клиента какие люди делают этапы выполняется в общем обычно это происходит если это наш какой-то теплый клиент мы не будем сейчас касаться тендерной истории потому что последнее время мы в основном тендеримся везде потому что сейчас эта история такая очень больная скажем поэтому если это наш теплый клиент они хотят работать только с нами они уже нам звонят они знают что ребята вот нам надо сделать такой проект правило происходит установочная встреча мы называем то есть на эту встречу приезжаю я например и приезжаю продюсер может быть арт-директор появится на ней для того чтобы понять на этой встрече нам полностью вывалили вводные данные не вот эти маленький бриф там свободной форме хотя у нас не нам без разницы как мы получаем бриф свободной форме в нашей форме без мы приезжаем на установочную встречу выясняем самое главное для чего нужен видеоролик где он будет транслироваться какими инструментами не представляют его себе что он будет выполнен там его условно примерный хронометраж они себя пока что представляет мы тут же предлагаем какие-то решения на ходу чтобы пощупать в эту сторону двигаться в эту сторону то есть эта встреча супер важно то есть на этой встрече мы понимаем вообще что это будет за проект поэтому это установочная встреча она очень важна после этого мы приезжаем мы готовим предложение клиенту то есть мы его выслушали получили такой добрый и потому что изначально в риф уже был мы делаем коммерческое предложение обычно коммерческое предложение мы берем 7 календарные дней делаем pdf q это это презентация с презентации нашего концепции нашей концепции или концепции дизайнер дело да это делает не только дизайнер это делает иногда к этому подключены motion дизайнеры когда нам нужно сделать проект сложный и нам нужно чтобы объяснить нашу концепцию нам нужно приложить стилы это стоп-кадр из будущего ролика якобы стоп-кадр из будущего ролика поэтому это могут быть и какие-то скрины или примерно из того что мы будем сделаем мы тоже их можем туда оставлять либо это скетчи какие-то нарисованные чтобы хотя бы примеры нарисовать вы таким образом ну и конечно в этой презентации мы стараемся очень полно скажем так гипер аргументированно рассказать то что мы хотим сделать для них соответственно это могут быть и мудборды обычно это и мудборды обычно это конечно референсы это могут быть какой-то treatment или storyboard вообще роликов то есть и все это вот такой презентации которая может доходить вплоть там до 50 страниц чтобы рассказать просто там не знаю одну идею но надо было какие-то нюансы потому что там могут быть референсы не просто референсы на ролик мы можем отдельно роль сделать референсы на анимацию то есть вот стилистика анимации будет вот такая а стилистика графики будет вот такая это отдельные референсы плюс там не знаю еще какие-то стилистика на матери ну то есть референсы на материалы например материалы могут быть вообще таки то есть это все глубина этого всего как правило понимается она зависит от сложности проекта чем сложнее проект тем глубже проработанные презентации становится вот после этого мы отправляем это клиенту хорошо когда клиент сразу говорит супер нам все нравится давайте делать мы делаем то есть на все это это все летит как раз уже сметой то есть мета появляется в одновременно с презентацией потому что в этот момент мы понимаем количество часов сколько мы потратим на все это дело и после этого мы бьем по рукам и начинаем делать порядок оплаты предоплаты это у нас вообще очень лояльно то есть тут мы твоя позиция какая должна быть как в идеале мы очень клиент ориентированы в этом плане моя позиция такая что мой лучший вариант это 70-30 это когда мне клиент платит 70 процентов предоплаты 30 процентов пост оплаты но это бывает далеко не всегда только за когда то есть если проект очень большой если эта компания очень крупная то у них свои условия оплаты которые я либо принимаю либо нет как правило с очень крупными компаниями это вообще просто пост оплата и не просто пост оплата полная пост оплата а 60-дневные пост оплата или 120-дневные пост оплата то есть по факту мы кредитуем то есть мы маленький продакшн кредитуем какую-то крупную международную компанию с российским филиалом чтобы они они деньги нам заплатят только через 120 дней после того как мы подпишем акт выполненных работ то есть и это я либо это принимаю либо либо не принимаю то есть мы играем здесь по их правил но как правило мы стараемся если такой если не говорите таких крупных проектов того как правило пытаемся найти какой-то компромисс но для нас финансы не играют здесь большую роль у нас есть довольно то есть это плюс нашего продакшна что у нас есть такая довольно хорошая подушка то есть мы здесь не зависим нас мы не этими деньгами условно оплачиваем сотрудников это очень важно потому что когда у тебя ты только начинаешь работать студии ты еще думаешь как расплатиться со своими специалистами ты думаешь как сделать как заплатить за аренду офиса у нас как бы все это рассчитано экономика таким образом что мы можем позволить себе такие пост оплаты что они нам все равно заплатят а у нас все равно есть деньги чтобы со всем рассчитаться чтобы со всеми жить вот поэтому это не особо принципиально дальше когда мы договариваемся об оплате дальше начинается производственный процесс производственный процесс плюс-минус одинаковый там мы разрабатываем уже детальный сценарий разрабатываем storyboard делаем первые иллюстрации статичные которые утверждаем если например 2d проект я не знаю после этого клиент это утверждает дальше у нас есть еще одна такая то что фишка мы тоже где-то в книж каких-то вычеркнуть подчеркнули это это 20 процентов ролика у нас есть такая история мы клиенту на каком-то этапе мы когда делаем timeline проект это как правило тоже на этапе сметы происходит мы делаем timeline проект это просто такая диаграмма гантов которые мы показываем где какой процесс происходит с временными отрезками мы клиенту в какой-то момент предлагаем 20 процентов готового ролика то есть мы делаем небольшой кусочек не обязательно он сначала идет он может быть середины как для для нас будет технологичными примут небольшой кусочек если это например был двухминутный ролик мы можем предложить 15 секунд из середины или из начала не принципиально 15 секунд вот прям вот ролика вот прям как он будет готовы выглядеть даже со звуками то есть уже какие-то такие моменты прям вот чтобы по анимации все он прям до конца не показывать ему драфт версию потому что огромное количество клиентов не понимают драфт версии не понимают драфт монтажи не понимают аниматики они хотят звук на отдельно звук тоже ну и нет тогда понимаю то есть настроение музыку они могут выбрать они могут закрыть глаза могут себе по выбирать в этом плане это еще более-менее но в целом до большинство клиентов они хотят видеть сразу все но поскольку сразу все это значит мы должны сделать сразу весь ролик мы делаем вот такую историю с 20 процентов ролика это как грубо говоря ты делала тебе делают ремонт в квартире и ты нанял компанию какую-то которая делает тебе ремонт квартире Ты бы хотел сначала увидеть, как будет в целом сделано, и тебе грамотная компания, которая делает ремонт, как правило, предоставит небольшую комнату, полностью готовую, чтобы ты потом просто понял, а, так будет все вот так, окей. И после этого, как правило, становится проще работать с клиентом, потому что в этот момент они отпускают, они понимают, что фу, все, пацаны знают, что делать, все, они сделают, все будет круто. Поэтому вот эти 20% роликов, они нам нужны, чтобы как бы нас, чтобы немножечко убрать напряжение между клиентом и продакшеном, поэтому вот мы так делаем, а дальше после этого сдаем уже весь ролик, могут быть какие-то правки, правок у нас тоже есть такое понятие, у нас клиент часто спрашивает, а сколько у вас, сколько мы можем сделать правок будущего ролика, у нас такого понятия нет, мы говорим бесконечное количество правок, то есть нам без разницы. Важно, чтобы эти правки были последовательными, потому что клиент как бы соглашается, о, классное, бесконечное количество правок, не 3, да, там не 5, как у некоторых продакшенов. Это важно, потому что мы, когда делаем правки, мы как бы пытаемся угадать, предугадать желание клиентов, а когда, и мы хотим в итоге сделать так, чтобы клиент был в восторге от работы, не просто он был доволен, но чтобы он был в восторге от работы. Поэтому он хочет, не знаю, определенное количество правок нести, но всегда это должны быть последовательные правки. То есть если мы один раз, например, уже поменяли шрифты, а не выбрали новый шрифт, и мы уже с этим шрифтом делаем, то в какой-то момент откатиться назад, нет, давайте все-таки поменяем обратно, нет. Вот это уже будет как раз допкост, и это уже обсуждаемая история. Магичная. Да, но вообще в процессе, то есть если какие-то возникают какие-то моменты, мы делаем бесконечное количество правок. Но это нас мотивирует сразу делать клево, то есть чтобы не было правок. Нам надо сделать так, чтобы прям клиент сказал «Вау». Часто бывает, что вот тем самым вы себя загадываете, ну, сложные клиенты. Да, часто бывает. Часто бывает, но это часть клиентоориентированности нашей. 50 на 50 бывает хорошие, скажем так, адекватные клиенты, хотя все клиенты отчасти адекватные, потому что они живут в своем каком-то своем мире. То есть надо тоже давать себе отчет, что они не занимаются видеороликами круглосуточно, то есть, как правило, ни в одной компании не существует такого отдела ответственного за видеоролики. Обычно этим занимается какой-то менеджер, обычно занимается какой-то, не знаю, какой-то специалист, который вообще с этим не сталкивается, поэтому у них бывают какие-то желания. Поэтому лучше всего найти прям лицо, принимающее решение, с ним встретиться, это самое лучшее. И уже все правки принимать от лица, принимающего решение. То есть иногда лучше перешагнуть через этот менеджмент. Это бывает очень полезно, потому что менеджер иногда боится того, что директор увидит вот это и начинает давать какие-то свои правки. Это, как правило, очень губительно для проекта. А на самом деле кажется, что директор в принципе… Да, директору может понравиться, да, все верно. У нас такое было и неоднократно, поэтому мы уже стараемся прям говорить об этом максимально тактично, что давайте вот мы встретимся с лицом, принимающим решение, объясняем, почему это происходит. И, как правило, через какой-то там, через небольшой бой в письмах или в телефонных звонках мы обычно добиваемся этого и встречаемся. Потому что это заказчик же финальный. Встречаемся и обсуждаем. Получается, есть по специалистам вот в студии, ну, кроме руководителей, кроме менеджмента, это дизайнер, который статику делает? Да, дизайнер, дизайнеры, да, моушн-дизайнеры, то есть их они разные бывают. Это они бывают, моушн-дизайнер, который заточен на 2D графику, на 3D графику, у нас даже разные 3D-шники есть. У нас есть 3D-шники по синьке, 3D-шники по максу, это разные люди. И разные проекты, проще некоторые сделать в синьке, некоторые сделать проще, например, там в максе. То есть по технологии мы уже смотрим, уже там обычно это уже какой-то рабочий момент, когда мы решаем, в каком инструменте мы, каким инструментом мы это делаем. Вот, и плюс монтажер, звукорежиссер, который это все собирает, там все это делает. Ну, вывод проектов с разных программ в итоге получается, ну, финалка. Это зависит от... Нет, какой-то алгоритм, это в зависимости от задачи. Это все индивидуально, да, реально. Все задачи разные. И если усреднить, то, конечно, обычно вывод материала делает у нас и в итоге из программы монтажа идет. То есть это, скорее всего, там премьера или там файл-кат. Когда все графические шоты стекают вместе с видео к одному человеку, он это все собирает и выводит. То есть это, как правило, таким образом входит. Но иногда это, если это чистый графический ролик, он может из автора, из синьки. Ну, из синьки вряд ли, скорее всего, все из автора, потому что это в авторе все равно какой-то подкомпост маленький, все равно подвигать цвета, там что-то еще добавить. Обычно в авторе, да, это финальная такая программа. Либо после автора бывает еще премьер, если это нужно совместить несколько разных кусочков. По организации хранения, ну, вот коммуникации файлов, проектов есть? Были какие-то, ну, сейчас какие решения и были какие-то переходные периоды, когда студия росла и что-то проблемы этого решения? Я не хочу сказать, что у нас полностью сейчас решена эта проблема, потому что у нас есть серверы, есть несколько серверов, есть несколько машин стоит, на них огромные, там, не огромные, есть винчестеры, которые, это наше, как бы, собственное облако, и мы там храним проекты. И мы очень долго шли, и сейчас идем, но мы вроде как нашли уже систему, договорились все между собой, там, все профессионалы, все предлагали свои варианты, а давайте вот так хранить, давайте так. Но мы в итоге нашли какую-то усредненную модель хранения файлов, что это у нас называется архивация проекта, процесс. Когда мы заканчиваем какой-то проект, мы обычно еще день у нас занимает на архивацию проекта, то есть все проекты почистить, все это свернуть в коллекты, коллекты переместить в отдельную папку, все какие-то рабочие инструменты переместить в свои нужные папки, что-то лишнее, может быть, удалить какие-то промежуточные, которые точно не понадобятся, либо если они нужны эти, там, например, какие-то пререндеры, то их, соответственно, желательно, чтобы они уже сразу были в правильных папках, но, если что, там, правильно рассортировать, чтобы потом, а такое возникает у нас регулярно, через год, клиент вернется, скажет, что, вы знаете, помните, вы нам делали классный ролик, а вы можете там один титр поменять, вот мы вам заплатим за это, конечно, вот какую-то небольшую стоимость, но вот мне могли бы титр поменять, чтобы потом вот это было безболезненно, чтобы можно было, во-первых, сами специалисты могли открыть свой проект, а даже не всегда сами специалисты помнят, что они делали год назад, даже год назад, не говоря уже трехлетней давности проекта, а во-вторых, чтобы мог другой человек открыть проект, потому что бывают разные ситуации, этот может занят быть, нужно, чтобы кто-то другой открыл, переделал его проект, нужно, чтобы все было структурировано правильно, поэтому мы сейчас вот вроде как организовали это хранение, но там с серверами у нас тоже там еще не все до конца отлажено, мы не все делаем через сервер, хотя я знаю, что многие продакшены работают только через сервер, то есть ничего не хранят на локальных компьютерах, работают все материалы, все сразу хранится в сервере там в одной папке, мы пока нет, мы пока не полностью работаем через сервер, то есть у нас есть проекты на локальных компьютерах, у каждого есть свой локальный компьютер, И мы потом переносим материалы в одну папку. А по привлечению работы клиентов, скажи, как делается вообще что-то, как сильно? Да, очень сильно. Очень сильно ведется работа. У нас есть несколько каналов по привлечению клиентов. У нас есть свой new business manager, который совершает определенное количество звонков в день. Прям каждый день звонит новым клиентам. Каждый день ведется поиск новых клиентов, потому что у этого всего есть процент, который там небольшой процент, но он есть. Привлечение клиентов через этот канал. У нас есть наши партнеры, которые нас предлагают. Мы являемся частью большого холдинга, ну как большого, частью холдинга Радей. У нас есть ивент-компания. У нас есть компания, которая занимается созданием контента для YouTube. Тоже мы как бы все в одном холдинге находимся, а мы вот продакшн. Соответственно, у нас через эти каналы тоже нас там предлагают. Плюс мы сами тоже отдельным историю. У нас есть тендер-менеджеры отдельные, которые нам ищут тендеры. То есть это история, когда тендер-менеджер, он знает, что вот это нам подходит. Он нам скидывает материал, помогает нам ввести этот тендер. То есть это тоже такая отдельная история. В общем, несколько каналов, и они все задействованы, потому что у каждого канала есть определенный процент, который они получают. Ну и плюс теплые и горячие клиенты, которые ты знаешь, что мы уже, когда бизнес-план на год делаем, мы уже знаем, сколько примерно проектов придет от того клиента. Мы уже можем рассчитать какую-то модель, понимаем загруженность, даже понимаем сезонность вещей. Когда, значит, у этих будет конференция, они нас точно попросят сделать пару роликов, потом у этих будет вот это. Поэтому мы это тоже уже в бизнес-план мы можем вносить все эти моменты. Но это несколько каналов. То есть мы не работаем на каком-то одном месте, но при этом у нас есть еще какие-то новые свои истории продвижения, которые мы пытаемся делать, пока там ничего серьезного нет, поэтому сильно про них рассказывать не могу. Ну вот в целом это несколько каналов привлечения клиентов. Смотри, по твоим ощущениям, какие-то большие заказчики, это крупный банк, например, явно, ну если вы с ними работаете, явно вы не единственный их подрядчик по видео. Почему так случается? Ну как ты это объясняешь? Нужно ли пытаться захватить полностью клиента, либо это нормальная история? Или почему большие клиенты работают сразу с несколькими людьми? Во-первых, большие клиенты обязаны работать с разными подрядчиками по внутренней, это просто у них внутренняя закупочная процедура таким образом, выстроенная, чтобы не было монополистов, чтобы они не работали, они не могут работать с одним подрядчиком, потому что они даже стараются часто менять подрядчиков специально, то есть больше трех лет с одним не работает, и это у них в правилах прописано в закупочных процедурах, поэтому, как правило, крупные банки, например, Сбербанк, у которых мы тоже аккредитованы, то есть ты обычно сначала аккредитуешься в этих системах, там, или какой-нибудь Альфа-банк, и потом тебе периодически скидывают задачи, и они редко работают с одним подрядчиком, у них есть, может быть, подрядчик, который занимает, не знаю, который забирает большую часть работ, скажем так, 60 или там 75% всех работ, но далеко не все. Связано это с тем, почему они бы, может быть, и хотели, но бывает, когда продакшена не хватает, когда загруженность огромная в сезонной истории, это когда там сентябрь-октябрь, апрель-май, как правило, загруженность очень высокая, один продакшен не справляется со всеми, каком бы он огромный ни был, обычно не справляется, либо он не справляется с точки зрения позиционирования, мы тоже не будем брать все задачи, хотя клиент очень бы хотели, чтобы у них был такой, так называемый домашний продакшен, у нас есть очень много запросов от крупных компаний, которые они хотят, чтобы мы были их домашним подрядчиком, такой домашний продакшен, который будет делать для них все видео, а делайте нам все видео, но нам не интересно делать все видео, мы не хотим делать какие-то их новогодние отчетные мероприятия, как они там отметили Новый год, мы не хотим делать какие-то простые, там, не знаю, презентации, мы не хотим делать какие-то маленькие видеоролики, которые нам просто не интересно делать поэтому мы тоже не возьмемся за все задачи и очень мало продакшенов которые берутся за все вообще задач поэтому поэтому есть много подрядчиками а если история в регионе например было бы вот в городе там 500000 как ты видишь очутившись там как там рынок в любом случае более скудный чем в москве плане заказчиков но я вместо ли вот эта теория я думаю что там вообще региональный рынок он отдельная история у него он конечно похож на чем-то что-то он берет с московского рынка и вообще крупных крупных историй но я был на небольшом рынке работал долгое время я переехал из красноярска это миллионный город в целом тоже это регион и и там конечно очень маленькое количество во-первых продакшенов и во-вторых очень маленькое количество запросов на производство таких видеороликов и это пожалуй самое главное это все как бы одно другому цепляется поэтому там не может быть много продакшенов потому что запросов таких очень мало и там конечно может быть такое там есть такое когда один продакшен из года в год для одной компании какой-нибудь например какой производственной компании или там не знаю какой нибудь торговый площадки requiresаем торговой компании из года в год они делают этот видеоролик а клиент может быть бы хотел поменять их может быть у него есть желание что-то освежить как москве то часто делать это просто щелчком пальцем меняется другой продакшен здесь на твое место готовы приближать 20 продакшенов сразу же который к по качеству вообще не будет вступать по деньгам тоже очень будет вступать здесь очень больше конкуренция там спокойно поскольку конкуренции мало там это так работает там работает собирали я слышу что ты говоришь что работаете в регионах не приезжайте в москву нет не неправильно я там проще делать но там потолок есть у всего то есть в москве тоже есть потолок но он просто такой высокий что его порой не видно он есть на его не видно в регионах потолок настолько настолько низкий с точки зрения качества приемлемого которые заказчик считает приемлю с с точки зрения самое главное вернее качество с точки зрения финансов как сколько клиент готов потратить на определенный видеоролик поэтому этот потолок очень быстро ты начинаешь чувствовать головой и если у тебя есть амбиции если у тебя есть желание вырасти в какого-то супер специалиста то в регионе ты вряд ли это сделаешь смотри но по поводу форма которые я рассказывал мы будем делать симферополе 1415 ноября для производителей контента для потребителей контента для клиентов об этом не но мне кажется что это это круто когда вы получается сейчас раскачиваете регион и это очень круто потому что в конкурентной среде ваши то есть по большому счету в этом создаете на выходе после этого форума может потом возникнет там несколько компаний там или какие-то свои там фрилансеры могут превратиться в небольшой продакшен или и люди вообще на свет более серьезно заниматься на выходе это все увеличивает качество то есть лично я я всегда за рост качества то есть дело даже может быть не в количестве заказов а чтобы потом в итоге росло качество и поэтому это я думаю что это это вообще хорошая история когда развивается у нас например даже в москве такого не так много если честно то есть было бы здорово если бы у нас тут такое организовывалось потому что у нас есть тоже какие-то формы но они все они все не совсем не 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 совсем не не в полной мере собирают комьюнити сообщества то есть вообще мошен дизайнеров и вообще относящихся к продакшену людей поэтому мне кажется что это здорово это это хорошо что вы сами вот этим занимаетесь сами это развиваете мне кажется . клево ну окей спасибо за беседу спасибо обращать продакшену развития да спасибо обязательно разовьемся